не проверили прижим на первом слое модель отклеилась нам изготавливают печатные платы в россии осуществляет монтаж этих матерических плат в россии причем на одном из крупнейших заводов москвы и зеленограда что-то сломалось нужно выяснить что и решить это производственной мощности у нас в принципе не ограничены а когда принтеры перестанут ломаться очень у вас умные грамотные зрители что вы знаете об определении известность она бывает разная заслуженная всемирная широкая громкая определение очень много и сегодня мы в гостях у российской компании пикассо 3d о которой знает практически каждый 3d печатник и инженер в россии ведь известной компания стала благодаря 3d принтером которые произведены и производятся аж 2011 года и которые успешно применяются в различных отраслях промышленности прототипирование дизайне и медицине архитектуры и даже в образовании в чем изюминка и популярность принтеров пикассо 3d как из чего собирают 3d принтеры в россии и что делать если сломалась обо всем этом мы расскажем в нашей видеоэкскурсии на производство самого популярного производителя российских 3d принтеров пикассо поехали на сегодняшний день продукция компании представлена 3d принтерами линейки x серии 2 различных форматов начиная от дизайнер classic для более массового применения и заканчивая широкоформатным дизайнер excel pro для инженеров студии печати и мелкосерийных производств разобраться в отличиях моделей и нюансах их производства нам поможет илья федоренко начальник производства компании пикассо 3d добрый день илья подскажите пожалуйста чем отличаются модели принтеров пикассо 3d насколько разная у них начинка и насколько отличается производственный процесс при сборке различных моделей на данный момент линейка принтеров пикассо 3d состоит из 5 моделей 5 наименований вот их можно условно разделить на два типа размера по размерам области печати это маленький принтер с области печати 201 на 201 на 210 миллиметров и большие принтер с областью печати 360 на 360 на 610 миллиметров соответственно и конструктивно они отличаются хотя мы стараемся унифицировать производство и применяем по возможности одинаковые комплектующие для всех видов принтеров но к сожалению не всегда это естественно возможно поскольку конструктивно принтеры сильно отличаются что касаемо производственного процесса они и отличаются и схожи одновременно схожи тем что есть определенные этапы производственного процесса которые совпадают и на производстве маленьких машин на производстве больших а почему я делю потому что у нас даже физически разнесены производства на два цеха один из них занимается сборкой только машины малых габаритов второй цех занимается только производством именно больших крупных принтеров так вот схожи они тем что они состоят из определенных этапов включают себя весь производственный цикл полный начиная от входного контроля комплектующих и заканчивая упаковкой отгрузкой на и продукцию потребителю а отличаются соответственно этапами поскольку большие принтеры это огромный каркас на которой мы навешиваем потом оболочку из композитного материала гибонда не дальше эти принтеры передаются на тестирование она так называемый выходной контроль вот маленькие же принтеры в особенности наш самый маленький брат дизайнер классик он вообще весь состоит из этого композитного материала у него нет жесткого скелета дизайнер x и дизайнер x pro соответственно они содержат этот скелет но отличаются механика x y то есть система координат у них выполнена на разный комплектующих дизайнер x это валы и подшипники соответственно дизайнер x pro это рельсы каретки движущие части у них несколько другие а так в целом производственные процессы абсолютно одинаковые то есть это сборка сначала мелких узлов или под узлов дальше это сборка целого каркаса или же в случае больших машин вернее извиняюсь в случае маленьких машин целого принтера сразу же и дальше передача его на финальное тестирование и упаковка и обгрузка потребитель ясно вот раз уж мы заговорили про начинку очень интересный вопрос про уровень локализации запчастей какое соотношение сейчас импортных и отечественных запчастей процентном соотношении сказать не могу поскольку не владею полной информации откуда берется это моя задача все все что берется из этого изготавливать непосредственно продукцию но могу сказать так что все эти годы мы стараемся применять по возможности максимально большое количество отечественных комплектующих и запчастей то что получается импортозаместить особенно в нынешних условиях мы это делаем то что к сожалению не имеет отечественных аналогов пока приходится закупать за рубежом и поставлять в россию соответственно собирать но постоянно ищем новых поставщиков новое сотрудничество и стараемся улучшать соответственно и качество и наш продукт в целом ясно ну вот например управляющая плата где производится и насколько она качественная материнские платы если идет речь об управляющей платье ты поскольку там сейчас принтер состоят из двух плат это разбери пи малинка так называемые материнская плата основная так вот материнка это собственная разработка по нашей разработке нам изготавливают печатные платы в россии и осуществляет монтаж этих материнских плат в россии причем на одном из крупнейших заводов москвы и зеленограда комплектующие пока к сожалению мы покупаем за рубежом или не к сожалению но такова реальность что сами комплектующие поставляются за рубежа монтаж и разработка электроники осуществляется в россии ясно думаю что всем будет интересно посмотреть как собираются принтеры можете подробнее рассказать про этапы сборки с чего все начинается и до готового продукта начинается все с поставки комплектующих мы сейчас имеем несколько десятков полагаю поставщиков комплектующих это и железо электроника все элементы механики волы и швп куча 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 всяких мелких элементов нити за и крепежи все это необходимо закупить значит соответственно у нас есть склад где все это хранится и закупается после после того как приобрели необходимые комплектующие отдел технического контроля всегда на страже он занимается непосредственно входным контролем потому что если с метизами все более менее понятно это стандартной позиции то то что изготавливается под нас на заказ обязательно проходит входной контроль 100 процентов после чего детали которые признаны годными отправляются на хранение на склад и по мере необходимости в зависимости от плана там от потребности спускаются на производство передаются и начинается этап уже непосредственно сборки то есть сборка мелких узлов или под узлов в каждом цехе имеется опять же сотрудники отдела технического контроля которые осуществляют контроль за соблюдением технологической дисциплины и также осуществляют межузловой контроль то есть каждый узел там будь то стол или нагревательная платформа или отсек электроники они подвергаются жесткому контролю качество именно сборки но поскольку мы на этапе межузлового контроля можем только какими-то мерительными средствами или органолептическим методом понять соответствует ли продукция тем требованиям которым которые заявили конструкторы и разработчики или нет все равно финальная сборка заканчивается обязательным тестированием принтеров это обусловлено тем что наша основная продукция это не напольная ваза которая должна быть красивой и круглой это чипу станок который сам изготавливает детали с определенной степени точности и нам необходимо понять справилась ли сборка наши поставщики со своей задачей поэтому на этапе межузлового контроля мы можем с уверенностью сказать что данный узел будет не работать и соответственно отправляем его на доработку либо мы можем сказать что тестирование покажет и отправляем этот узел на дальнейшую сборку а уже отдел тестирования при печати специальных специализированных тестовых деталей и пройдя по определенному алгоритму уже выясняет принтер является годным исправным и подлежит упаковки и отгрузки поставщику точнее потребителю либо же в нем существует некие неисправности а у нас есть перечень причин и следствий и соответственно он отправляется на доработку на сборку где эти неисправности устраняются пример повторно тестируется признается годным упаковывается и отгружается а вот вопрос от наших зрителей про мощность производства сколько принтеров в среднем собирается за один день или смену или может где-то зависит от предзаказа какого-то очень у вас умные грамотные зрители наше производство она гибкая как и в принципе весь существующий рынок сейчас поэтому объемы производства зависят конечно в первую очередь от спроса мы как рыба в аквариуме чем больше аквариум тем соответственно крупнее рыба поэтому производственной мощности у нас в принципе не ограничены то есть насколько спрос растет настолько мы его и стараемся удовлетворить все зависит от поставки комплектующих а сроков поэтому от месяца к эта цифра несколько варьируется и мне бы не хотелось углубляться именно в арабские или римские цифры я скажу просто о том что на данный момент мы в состоянии обеспечить ту потребность и тот спрос в принтерах которые на рынке существует отлично насколько сложно обучить персонал есть ли дефицит кадров на рынке и какие вообще у вас требования к соискательным сборочный цех ну что касается именно специалистов по сборке это люди универсальные которые пришли не просто с улицы это люди которые имеют определенные навыки слесарного мастерства назовем его так поскольку требования предъявляются к специалистам достаточно высокие это и знание машиностроительных чертежей владения большинством слесарных ручных инструментов и электро некоторые у нас ребята владеют станками там токарными фрезерными что тоже немаловажно при какой-то мелкой доработки деталей инженеры тестировщики тут есть как люди которые окончили высшую учебное заведение по специальности аддитивной технологии у нас есть даже такие а есть и самоучки люди которые просто когда-то купили свой первый там настольный принтер и настолько стали вовлечены в этот процесс что сейчас нам очень сильно помогает в тестировании принтеров поскольку они сначала углубились в практику а дальше начали осваивать теорию и все у них сфокусировалась в те знания и умения и квалификацию которые нам требуется все остальные сотрудники отдел технического контроля специалисты узконаправленные но насчет того тяжело ли подбирать кадры во первых у нас очень маленькая текучка кадров мы команда которая с годами только крепнет и в целом как большая семья то есть у нас очень мало называемых бегунков вот существует специализированная программа обучения кадров в любом случае человек который попадает к нам семью в связи там с ее расширением допустим как было несколько лет назад когда вот на пачковали цех по производству маленьких машин отдельно и наняли часть сотрудников представляется к ним наставник обучает смотрим контролируем помогаем подсказываем очень важно здесь именно момент подбора персонала на этапе собеседования потому что собеседование проводится там либо коллегиально либо я провожу и очень важно на этом этапе посмотреть что человек действительно рвется в бой и он будет нам полезен супер это очень хорошо последний вопрос про комплектацию принтеров тогда чем балуете покупателей что кладите в комплект стандартный набор который и описан в принципе на сайте это маленький zip мы его называем кошелечек необходимые пакет инструментов для осуществления каких-то сервисных операций принтера замена замены сопел регулировки и так далее это сменный блок нагревательный 250 называемый пример поставляется с блоками 400 блок 250 запасной запасное стекло клей адгезивный там перчатки то есть все необходимые элементы все что нужно чтобы начать работу для того чтобы начать работать или спасибо вам большое за интересные экскурсии очень надеемся что потребности рынка в принтерах пикассо и дальше будут расти а ваш производство только расширяться спасибо большое самым главным конкурентным преимуществом перед западным и азиатским оборудованием у российского производителя является наличие сильной технической поддержки и отдела сервиса работа отдела сервиса заключается не только в гарантийном ремонте техники но и помощи покупателям на различных этапов использования оборудования зачастую при выборе аддитивного оборудования одним из решающих факторов для потребителей является то какую поддержку обещает поставщик про тонкости работы сервисного центра нам рассказал игорь мирзоев начальник сервисного центра компании пикассо 3d добрый день игорь расскажите пожалуйста про функции вашего отдела ну нас отдел технической поддержки наша основная функция это помогать пользователям когда они сталкиваются с какими-либо сложностями в работе это и консультации по каким-то вопросам по работе с оборудованием и решения каких-то проблем неполадок поправка оборудования в сервис либо ремонт оборудования на месте помощь с ремонтом на месте поиск комплектующих сами какие нужно заменить и где их приобрести и тому подобное с какими задачами чаще всего сталкивается сервисный отдел при ремонте оборудования это чаще производственный брак или поломки уже вследствие вины клиента допустим на самом деле чаще всего мы сталкиваемся с уже пост гарантийным обслуживанием когда какое-то время отработавшие принтеры после гарантии требуют текущего ремонта или срочного ремонта и тому подобного соответственно остальная часть если подумать я бы сказал 50 на 50 это могут быть какие-то поломки оборудования не зависящие от действий клиента до пользователя это может быть в их строй какой-нибудь запчасти случайный не предмал предсказуемый обычно так и поломки вследствие неправильной эксплуатации всякое бывает не всегда все факторы учитываются при работе с принтерами понятно вот такой вот еще интересный вопрос по запчастям раз уж мы об этом заговорили в нынешних реалиях для производства принтеров наверняка пришлось искать каких-то альтернативных поставщиков запчастей и насколько вот это повлияло на ресурс оборудование заложенных принтере при проектировании и часто ли в сервисе оказываются принтере неисправность которых произошла по вине поставщика именно здесь скажу так у нас скорее изменились не сами комплектующие а пути их поставки поэтому принципиального влияния на ресурс и на работоспособность принтеров это не оказалось в целом большая часть комплектующих используется та же самая что было и ранее от изначальных поставщиков то есть все по сути то что там есть небольшие изменения но как показала практика на именно ресурс на работают и не повлиял ясно очень хорошо а вот некоторые наши зрители жалуются на сложность самостоятельного ремонта оборудования при его неисправности вот отправка принтера в ремонт занимает очень много времени и получается так что работа простаивает если какие-нибудь выходы из ситуации к примеру ремонт у каких-то сторонних сервисных центров и что будет в этом случае с гарантией ну что касается самостоятельно ремонта во первых мы всегда рекомендуем во всех случаях если что-то сломалось наше оборудование обратиться к нам в поддержку мы поможем подскажем найдем оптимальное решение здесь уже зависит от где то мы предложим самостоятельно выполнить пользователю ремонт или замену небольшую и диагностику и дадим для этого инструкции сопроводим в процессе где-то мы можем согласовать ремонт сторонний это зависит уже от ситуации в любом случае лучше решать через нас опять же например если пользователь самостоятельно но под нашим руководством под нашим инструкциям выполняет какие-то действия то мы это то это не будет влиять на гарантию в плане окончания обзывы гарантии и тому подобного ну и если это какой-то капитальный уже случай который требует там глубокой разборки принтера взаимодействием по узлами которые можно сделать только у нас в сервисе потому что там используются производственные шаблоны и тому подобное тут уже да без вариантов отправляем сервис что касается сторонних сервисов сейчас у нас нет авторизованных сервисов центров но в будущем возможно появится не исключаем этого ну то есть в любом случае через вас изначально проходит первый контакт пользователя и потом вы уже потом же мы даете инструкции потом уже мы стараемся найти оптимальное решение зависит того что мы имеем на руках какие у нас есть возможности ясно кстати у вашей компании есть очень полезный технический сайт для того чтобы пользователь мог самостоятельно решить небольшие какие-то проблемы которые можно устранить не отправляя принтер в ремонт как часто вы пополняете базу знаний и насколько она актуальна сейчас база знаний актуальна у нас весной добавился полноценный раздел по принтерам сервис 2 с небольшой задержкой долго пришлось адаптировать это под актуальное поколение он сейчас пополнять то есть все знания которые там есть они действительны если что-то меняется в работе принтеров в конструкции прочим мы вносим туда изменения уже существует существующие статьи и постепенно дополняем это какой-то новой информации соответственно если мы видим что есть какой-то спрос на конкретную например проблему или там конкретный вопрос который в этом характере не освещен то мы также его себе берем как приоритетную задачу и дополнять дополняем до дополняем под задачу уже сайт вот по вашему опыту какой ресурс заложен в принтеры пикассо 3d получаете ли вы заявки на ремонт старых принтеров и есть ли на них запчасти в данный момент старый принтер смотря о чем говорить если мы говорим про первое поколение линейки x то с ней проблем нет все запчасти практически всегда в наличии все ремонтопригодно и принтеры еще способны отработать довольно долго я думаю что касается принтеров поколения до линейки x от дизайнер по 250 сейчас у нас их сервисное обслуживание приостановлен потому что действительно некоторые запчасти для этих моделей уже просто либо невозможно либо практически невозможно достать и их стоимость будет просто превышать любые разумные пределы для конечного пользователя можете ли дать рекомендации по самостоятельному техническому обслуживанию принтера что нужно делать и периодичность такого обслуживания могу зайти на сайт helpcenter там для 1 2 серии есть инструкции по техническому обслуживанию принтера там в принципе описаны все необходимые действия которые нужно выполнять среднем и рекомендуем делать хотя бы раз в полгода то есть проверять состояние расходников смазочных материалов термопаста и прочих вещей от которых непосредственно зависит работоспособность принтера для series 2 там даже чуть более свежей написанной инструкции потом я думаю обновимой для series 1 где расписано по именно временным рамкам что когда рекомендуется недель на эту там каждую неделю проверять каждую печать там раз три месяца раз 6 месяцев тому подобное главное чтобы пользователи следовали этим правилам ну как с любым оборудованием когда служим необходимое без должного обслуживания она может выйти строй согласно давайте тогда еще поговорим о наболевшем про популярные вопросы пользователей какие три самых популярных вопросов вы получаете по телефону электронной почте в сервисном отделе ну поскольку у нас используется свой пропитальный софт нас довольно часто спрашивают как можно можно ли и как можно пользоваться нашими принтерами используя сторонние слайсеры это довольно популярный запрос но опять же часто спрашивают про работа с какими-то конкретными материалами то есть здесь можно сразу спектр использовать пластика да то есть условно материал name не получается работать какие-то проблемы то есть довольно частная история потому что материалов масса у нас есть базы профилей в которой довольно много пластика только но опять же может варьироваться немножко параметры мог панироваться от партии партии пластика могут быть материалов незнакомых нам производителей все мы пока не хватит верить современfia не соберешь Поэтому, да, запрос довольно частый, как бы на помощь работы с конкретным материалом. Ну и как техподдержка, сталкивающаясь непосредственно с поломками, это призыв о помощи, что-то сломалось, нужно выяснить, что и решить это. Я предлагаю устроить блиц-опрос и попрошу вас отвечать на вопросы кратко, по делу не задумываясь. Если согласны, то поехали. Давайте попробуем. Топ-3 самых распространенных ошибок пользователей. Не проверили, прижим на первом слое модели отклеилась. Пожалуй, настройки слайсинга довольно часто бывают. Может быть, гигроскопичный материал не просушен, часто встречается. Какие принтеры Пикассо чаще всего привозят в ремонт? Я сейчас не смогу ответить, у меня нет статистики на памяти. На моё представление порвано примерно. Почему сопло с нестандартной резьбой? Потому что изначально была идея сделать конкретный сопло с конкретной геометрией, таких сопел на рынке в принципе не было. Потом это уже превратилось в стандарт для наших принтеров. Какую смазку для принтера купить? Если смазывать рельсовые направляющие, то мы рекомендуем смазку на основе литиевого мыла с классом консистенции NLGI 2.0. А если смазывать валы и линейные подшипники, то NLGI 2.0. А когда принтеры перестанут ломаться? Когда перестанет ломаться, в принципе, всё оборудование и человечество изобретёт вечный двигатель. Спасибо, было познавательно. Ну и напоследок, можете дать какие-нибудь советы нашим зрителям, что нужно делать, чтобы печать была только в радость, а проекты не простаивали? Ну, я бы сказал так, учиться, изучать оборудование, изучать материалы, изучать софт, как для проектирования, так и для слайсинга. То есть, чем ты лучше знаешь, с чем, с какой целью ты работаешь, тем более прогнозируемый и качественный результат у тебя будет выходить. Спасибо большое за отличное интервью. Желаем грамотных пользователей и успехов в работе. В нашем сегодняшнем видео мы показали вам закулисье производства 3D-принтеров Picasso 3D и полный путь сборки оборудования, а также результативно пообщались с отделом технической и сервисной поддержки. А какие новинки от Picasso 3D нас ждут в ближайшем будущем, какие перспективные разработки есть в козырях этой компании, так скажем, мы узнаем в следующем видеоинтервью с руководителями и инженерами компании. Если вас интересуют более подробные ответы на вопросы по производству, то можете смело задавать их производителю и в комментариях под видео. Ну а мы с вами прощаемся, до скорых встреч!